Это у нас кто? Витя. Сколько Витя лет? Шесть. Это у нас кто? Саша. Наталья Ивановна, воспитатель Черниговского центра социально-психологической реабилитации, знакомит нас со своими воспитанниками. Это 30 детей, все лишены родительской опеки. Самому маленькому Мише нет еще и четырех лет. Сюда они добрались всего несколько дней назад. Хорошо. Я хорошо. Вроде спокойно, тихо. В тишине детям приходится привыкать заново, так как последние несколько недель они провели под обстрелами. Прятались в подвалах. Сначала родного приюта, затем после того, как несколько снарядов его разрушили, пришлось искать новое укрытие. Когда мы были в подвале, к нам попала ракета. Это ужас, я вам передать не могу. Когда на тебя сыпется штукатурка и эти трубы, мы просто кричали в отчаянии. Пол центра у нас разрушены. Выбиты окна, двери, полностью разбита столовая. А мы в ней были за 20 минут перед этим. Недалеко от приюта находилась церковь. В ее подвалах от обстрелов пряталось шесть сотен местных. Воспитательница смогла перевезти туда всех детей. Им выделили небольшое помещение, и там без тепла, света и воды. Все вместе. Они пробыли еще 11 дней. Попали в водогон. Мы остались без тепла, света и воды. А дети у нас проблемные. Пятеро страдают энурезом. На фоне этого недержание. А детей негде помыть. И в шесть часов комендантский час. Вход закрывали на ключ. Холодно, капец. Холодно, капец было. Очень страшно. Спали на матрасах, маленькие отдельно спали. Позже оккупанты стали обстреливать и церковь. Наталья поняла, воспитанников необходимо эвакуировать, иначе погибнут. Сказали, что будет коридор, но ничего не было. Мы ехали лесами, полями, болотами. Девять часов из Чернигова в Киев. Горело поле. Кругом натыканы эти вот хвосты от ракет. Горели дома. Одни трубы торчали. Добравшись в Киев, всех детей удалось посадить на эвакуационный поезд до Ивана Франковска. Здесь их встретили и поселили в один из местных санаторий. Дети сразу, как мы приехали, для них даже снег. И то, что здесь так спокойно, и то, что есть свет и вода, это было большим удивлением. И то, что мы спокойно ложимся спать, для них тоже радость. В этом санатории также живут и дети из Харьковской области. Всем по словам воспитателей сейчас нужно отойти от перенесённого стресса. Конечно, последствия остаются. Это не вопрос недели, не вопрос месяца. Возможно, для кого-то, у кого больше травма, это вопрос и нескольких лет. Дети же говорят, несмотря на пережитые недели в подвалах под обстрелами, мечтают вернуться домой и знают, что украинские военные их защитят. Я верю, что они победят. Передаю всем привет и желаю победы. Слава Украине! Я хочу, чтобы выиграли. Я хочу, чтобы выиграли, чтобы война закончилась, и был свет, газ, и все дома восстановили. Вот этого я хочу, чтобы военные выиграли. С начала войны в Украине при Карпате уже приняло почти 300 детей. Это малыши-сироты и лишённые родительской опеки. В основном здесь те, кто выехал из горячих точек. Продолжение следует...